Почему в интербелуме и в нашу эпоху, конечно же, так много шизов? Потому что люди перехода. Это время, когда общество аграрное становилось обществом индустриальным. Во время глобального экономического перехода, ну например, хотя бы из посткапитализма в информационную экономику или из тогдашнего состояния аграрного общества в индустриальное, люди сходят с ума. Это правда. Им надо объяснить, что происходит с миром, им надо объяснить, что происходит с людьми, им надо объяснить, как осуществляется преобразование, что с нами происходит. И в моменты, когда люди особенно слабы, чтобы себе ответить на это, приходят наши любимые шизы, которые объясняют им гораздо проще. Не надо учить экономику, не надо вникать в политику, не надо исследовать глубинные процессы. Это все просто. Оказывается, шишка! Ну я угрубляю, вы поняли. Шишка! Суть в том, что нужно дать ответ простой и немедленно простой ответ. Во время переворотов, во время социальных сдвигов и катаклизмов, господа, неизбежно появление таких людей, потому что они упрощают жизнь. Они являются мостиком осознания для людей, которые являются гораздо менее образованными, чем они. То есть они выполняют функцию каких-то приводных ремней. Это даже может быть раздражитель. Раздражитель важный, который свидетельствует о том, что люди плохо понимают, что происходит в мире. И вы должны их научить, как понимать это. Или вас съедят эти шизы. В конце концов, 20-й век стал тем, увы, печальным, что такие люди становились главами государств и вместо государств разъясняли народу, как там нужно жить. Гравитации нету. Все это придумал Черчилль в 18-м году. Нас всех оккупировали. Это все знакомые вам, я думаю, пассажи. Пассажи довольно нищих, забедненных, очень отсталых государств. Это позиция низкообразованных людей. То есть легче дать простой ответ на все, чем много разных ответов на другие вопросы. Много других вопросов и много мелких. Но можно выставить проблемой только одного или одну ведущую часть. И к этой части генерализовывать, сводить, приводить всеми возможными способами. Притягивать за уши. И это уже будет не наука, а философия, когда мы притягиваем за уши необходимые концепции для стройной идеологемы. Но это так и происходит. Когда люди не понимают, что происходит в России, когда люди разоряются, предприятия пустеют, дворянские гнезда разоряются. Люди хотят знать ответ, почему они страдают. И им гораздо выгоднее услышать ответ, ну капитализм наступает, это буржуй, буржуй, главный враг. То же самое боязнь, боязнь будущего, боязнь будущего, на котором спекулирует каждый шизофреник, это боязнь нового устройства, боязнь потерять себя в этом мире. И, например, в Австрии, где Гитлер жил в этот сам момент, было очень остро чувство социального и национального ущемления. Очень чувство было остро негодование. Нас обманули, нас предали, с нами поступили несправедливо, неправильно. Почему так происходит? Кто виноват? Надо дать ответ, кто виноват. Если вы не дадите ответ, народ сам найдет. А уж народ своих лидеров и кумиров, этих любимцев толпы шизоф, всегда находит почему-то. Или они их находят. Это, видимо, природой заложено. Но это очевидно. Когда появляются протесты, когда появляются затребования, когда появляется запрос на перемены, в первом ряду этих перемен всегда идут эти вот люди. Как ни странно, и неважно, каким переменам они призывают, их перемены всегда бывают радикальны, всегда бывают человеческими жертвами, но их-то особенно не волнует.